Здравствуйте! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. 28 сентября в России отмечается День работника атомной промышленности. Именно в этот день, в 1942 году Государственный комитет обороны СССР распорядился об организации специальной лаборатории атомного ядра, возобновлении работ по исследованию урана и предоставлении доклада возможности создания урановой бомбы или уранового топлива. А что интересного произошло в городе за последние дни, смотрите в нашем выпуске. Одни получают штраф, другие – лишь предупреждение. В чем причина? Проект славосозидателям снова стартовал в школах города. Поэтесса Елена Дождь и клуб авторской песни и поэзии «Окно» провели творческий вечер. Прямо в яблочко в городе прошел любительский турнир по дартсу. Перебежал дорогу не по зебре, получил штраф или даже травмы. Чтобы сохранить пешеходам жизнь, а водителям – спокойствие, сотрудники ГИБДД с 26 сентября по 2 октября проводят в городе профилактическое мероприятие «Пешеход». Оно призвано напомнить участникам дорожного движения о правилах безопасности. Рынок и так называемое общежитие «Вега» – одни из самых проблемных мест в городе. Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что пешеходы здесь часто перебегают дорогу в неположенном месте. Как и в этот раз, сотрудники дорожной полиции выписали мужчине штраф. Ответственность за нарушение правил дорожного движения пешеходами предусмотрена частью 1 статьи 12.29 кодекса. Ответственность предусмотрена в виде штрафа 500 рублей. Также контроль проездов водителями нерегулированных пешеходных переходов наказывается по статье 12.18 кодекса в сумме штрафа 1500 рублей. В каких же случаях можно отделаться предупреждением? Обычно с теми, кто впервые нарушил требования ПДД, проводят профилактическую беседу, а уже со второго раза выписывают штраф. Сегодня я делаю вам мусорное замечание, да, по факту вашего нарушения. В следующий раз придется... Извините, мне 67 лет, да. В следующий раз придется составить на вас административное представление в виде штрафа. Так что, чтобы до этого не доводиться, вы дайте право и ходите по пешеходным переходам. Пешеходы – одна из самых незащищенных категорий участников дорожного движения. Помните, у вас нет подушек безопасности, и ваша единственная защита – соблюдение правил. Элина Нурматова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. Смоленщина готовится отметить День машиностроителя. Он отмечается в последнее воскресенье сентября. В преддверии праздника в Смоленске прошла международная научно-практическая конференция, на которой обсуждали перспективы развития машиностроительного комплекса в регионе. Кроме представителей смоленских предприятий, в нем приняла участие и официальная делегация Республики Беларусь. На встрече обсуждались такие темы, как международное сотрудничество, развитие экспорта, а также формирование кадрового резерва. Всероссийский творческий конкурс «Слава Созидателям» реализуется в Десногорске уже третий год. Воспитать патриотические чувства у детей, любовь к своему городу, гордость за свою страну – ключевые задачи проекта. В школах города начались встречи с героями видеороликов и просто значимыми людьми, которые внесли вклад в развитие и становление Десногорска. Как прошли встречи в первой и третьей школах – смотрите в нашем сюжете. 27 сентября в третьей школе состоялось мероприятие под названием «Славный город на Десне». На встречу были приглашены первостроители, почетные жители нашего города. Они пообщались с учениками, рассказали свои жизненные истории. Мы сюда приехали, здесь пыль, лопа, лопа, грязь, распутица. И так капля за каплей, дом за домом, мы построили этот прекрасный молодой город, который стал лучшим городом. Не только на Смоличье. Многие зарубежные гости, приезжая в наш город, говорят о, как в Европе. Так что вы должны гордиться тем, что построили ваши деды, отцы. Для этого торжественного дня школьники подготовили целую концертную программу, в которую вошли чтение стихов, исполнение песен о родине и яркие танцевальные композиции. Музыка. Музыка. 28 сентября в первой школе состоялась встреча с первостроителем города Надеждой Сиренко. Надежда Афанасьевна побеседовала с ребятами и дала им несколько советов на будущее. У вас путь жизненный только начинается. Поэтому будьте внимательны друг к другу, осмотрительны к тем, кто с вами рядом. Дети с большим интересом посмотрели видеоинтервью с участием Надежды Сиренко. Они выразили ей огромную благодарность за участие в проекте и содержательную беседу. Сейчас закончен прием видеороликов на муниципальный этап конкурса. Проект «Слава Созидателям» надежно закрепился в нашем городе и продолжает свою работу. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. В Смоленске состоялось первое заседание областной думы шестого созыва. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Игоря Ляхова на пост председателя регионального парламента. За него проголосовали все 48 депутатов. Кстати, такой единодушие депутатский корпус проявил впервые за новейшую историю парламентаризма на Смоленщине. Также в Москве наш регион будет представлять новый сенатор. Им был избран Сергей Леонов, который возглавлял в Думе предыдущего созыва фракцию ЛДПР. В Десногорске состоялась встреча творческих людей, на которой поэтесса Елена Дождь зачитывала стихотворение собственного сочинения и сборника «Цвета и тени». Своё творчество представили и участники клуба авторской песни и поэзии «Окно». Участники клуба собрались впервые после летних каникул. Елена Дождь написала стихи о Десногорске. Они стали песнями, которые звучали со сцены лишь однажды. Например, «Десногорские рассветы». Михаил Гончаров и Алексей Киселёв написали музыку к этому произведению. Первый и единственный раз «Десногорские рассветы» прозвучали на творческом вечере «Елена» в 2015 году. В этот раз песню исполнила Наталья Дунаева. Елена Дождь начала писать стихи в 15 лет. В ту пору она ещё жила в Северной Осетии. Поэтесса никогда не упускает возможности зачитать строки собственного сочинения. Написаны под вдохновением шума леса и позолотевших берёз. «Ну о чём ты опять грустишь? Золотая красавица осень. Тихолистьями шелестишь, в небочистого глядя просень. Тиходремлешь в моём саду, как будто чего-то просишь, Улыбаясь смущенно сквозь дремоту. Золотая красавица осень». Клуб «Окно» существует уже давно. Участники регулярно проводят мероприятия в честь известных поэтов, и смоленских в том числе. Вдохновитель и руководитель клуба Лариса Орлова направляет поэтов и новичков, которых всегда ждут в клубе. «Мы всегда окажем какую-то помощь, может быть, в написании стихов. Мы послушаем, мы поделимся своим творчеством, своими какими-то знаниями. Поэтому мы всегда рады, мы только приглашаем всегда приходить, приходите, приходите к нам в нашу клуб «Автерские песни». В первом стихе Елена читает её супруг. Он всегда заботится о том, чтобы жена не забыла свой сценарий или книжки, когда она идёт навстречу. «Он иногда даже меня при случае в какой-то ситуации цитирует мои стихи. Ну, например, вот «Негорделивый человек, лик, нехорошо подвешенный язык, не ум, что так блистать с собой привык, поступки и дела определяют, ничтожен человек или велик». Ему это тоже нравится, слушать. В последнее время Елена пишет больше об отношениях, самих людях и их проблемах. Ведь порой мы сами себе их наживаем. Элина Нурматова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. На Смоленщине пресекли канал поставки сильнодействующих веществ, организованный гражданами Республики Беларусь. Операцию провели сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков в Смоленской таможне. Задержанию содействовали ФСБ и погрануправление. Более 200 свертков обнаружили в тайнике микроавтобуса на трассе Москва-Минск в Красненском районе при въезде в Россию из Белоруссии. Таким образом, в регион контрабандой пытались ввести более 10 килограммов запрещенных веществ. За последние 10 лет это одна из самых крупных партий наркотиков, изъятых на Смоленщине. А сейчас спортивные новости. 27 сентября во Дворце молодежи состоялись соревнования по дарцу. Кто оказался самым ловким в метании дротика, выясняла наша съемочная группа. Участие в соревнованиях приняли воспитанники секции дартс. Главное правило – попасть как можно ближе в центр мишени и набрать наибольшее количество очков. По словам ребят, благодаря таким соревнованиям у них просыпается азарт и жажда победы. Также состязания добавляют массу позитивных эмоций. Занимаюсь я уже второй год. Очень интересно то, что мы играем с разной возрастной группой. Расширять свои способности. Это самый, можно сказать, интересный вид спорта, который мне больше всего понравился. Меткость можно разрабатывать. И считать я стала быстрее. В упорной борьбе третье место досталось Дарье Тимоненковой. Вторым стал Владислав Родомяк. Первое место завоевал Эдуард Семёнов. По итогам состязаний победители и призёры были награждены грамотами и медалями. Остальные участники получили утешительные сладкие призы. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. На сегодня это вся информация. Всё самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте disna.defis.tv.ru С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова